Вот он двигается, вот он пинается, а вот он, наверное, заснул. А что еще? Благодаря новейшим методам исследований врачи и ученые сейчас могут узнать, чем действительно занимается еще нерожденный ребенок в животе у мамы. И это удивительно. Слушают и учатся. К концу второго триместра у ребенка уже довольно хорошо развит слух. Исследования показали, что младенцы, которым читают или поют песни, когда они еще находятся в утробе матери, узнают мелодии и сказки после рождения. Есть одно исследование, которое показывает, что младенцы даже могут отличить язык, на котором говорят дома, от других. Как ни странно это звучит, малыши начинают учиться чему-то еще в животе мамы. И играют. УЗИ действительно могут захватить моменты, когда ребенок в животе играет. Обычно главная игрушка для младенца – это пуповина. Ну а если будущая мама ждет близнецов, они будут взаимодействовать друг с другом на протяжении всей беременности. Икают. Если беременные чувствуют в животе крошечные толчки, то это странное ощущение обычно икота ребенка. Многие дети начинают икать в первом триместре. Это может казаться маме маленькими ритмичными рывками. У кого-то их бывает больше, а у кого-то меньше. Дышат. Будущие мамы с нетерпением ждут первого вздоха малыша. На самом деле, младенцы начинают практиковать дыхание задолго до рождения. Они плавают в околоплодных водах, вдыхая и выдыхая, их как будто вдыхают в воздух. На УЗИ порой можно увидеть, как ребенок словно втягивает и выкачивает обратно жидкость, а его крошечная грудинка поднимается и опускается. Нюхают. Это странно, но ребенок действительно чувствует запахи в утробе матери. Исследования показали, что младенцы реагируют на запах сигаретного дыма. Кроме того, они могут улавливать запахи продуктов, которые ест мама. Дело в том, что запах передается через околоплодные воды, которые часто содержат следы пищи, поскольку она фильтруется через плаценту. Если мама будет помнить об этом, это внесет совершенно новые моменты в ее режим питания. Зевают. Да, даже у неродившихся еще малышей бывают периоды сна и бодрствования. А еще эти крохи зевают, находясь в животике своей мамы. Исследования показывают, что это делает почти каждый ребенок. При этом зевота не обязательно означает, что он сонный. Ученые думают, что это связано с нервной системой. Корчат рожицы. Согласно исследованию ученых Соединенного Королевства, младенцы способны делать аж 19 мимических движений в третьем триместре. Выражать грусть, радость, недовольство и даже улыбаться. Плачут. Ученые уже давно закономентировали плач младенца в утробе матери. Это не настоящие слезы, а низкие звуки, исходящие от ребенка, похожие на рыдания, приглушенные околоплодными водами. Почему так происходит, до сих пор неизвестно. Ведь благодаря плаценте и пуповине, ребенок не испытывает недостатка в питательных веществах, и ему не нужно беспокоиться о подгузниках. Но у крох все равно есть эмоции, как и у всех нас. Сосуд палец. После рождения малыши будут тянуть в рот что угодно. От любимой игрушки до мусора, который находят под диваном. И, конечно же, пальцы. Но оказывается, эта тенденция уже прослеживается, когда они находятся в животе матери. С помощью УЗИ врачи наблюдали, как младенцы успокаивают себя большим пальцем так же, как позже они это делают с помощью соски. Это привычка, которая зарождается очень рано. Ощущают вкус. Язык и рот ребенка формируются рано. И к девяти неделям у них даже появляются крошечные вкусовые рецепторы. Малыши проглатывают околоплодные воды, чтобы ощутить на вкус следы того, что ест и пьет мама. И что самое странное, УЗИ зафиксировало, как младенцы лижут плаценту, когда мама ест одно из их любимых блюд. Видят сны. Исследования показали, что младенцы проходят через фазу быстрого сна. Об этом свидетельствует быстрое движение глаз, которое происходит и у взрослых во время глубокого сна. Странно думать, но определенно они видят сны. Танцуют. Младенцы от природы музыкальны, и это начинается рано, задолго до их рождения. Исследования показали, что по мере того, как младенцы учатся контролировать свои движения, они заставляют их синхронизироваться с ритмом песен. Они могут даже чувствовать эмоции в мелодиях, радуясь одной музыке и расстраиваясь от другой. Чувствуют прикосновения. Некоторым мамам нравится гладить живот и чувствовать толчок в ответ. По мнению врачей, это правда. Младенцы отвечают на прикосновения и похлопывания по животу. Это очень важная часть развития их мозга. Исследуют себя. Один из самых важных способов, помогающих понять окружающий мир, это осязание. Даже нерожденному ребенку очень важно начать понимать свое тело. Младенцы трогают себя, пока не находятся в животе матери, выясняя, как работают их ручки и ножки, и многое другое. Чувствуют стресс. Согласно исследованиям, некоторые движения ребенка в животе матери могут быть вызваны стрессом, который испытывает мама. Например, они тем чаще касаются лица левой рукой, чем больше стресса переживает мама. Кроме того, врачи уверены, что стресс, который испытывает мама, влияет на рост и развитие ребенка, и его умственное мировоззрение. Редактор субтитров А.Семкин